Дети в интернете. Научить подрастающие поколения безопасности в виртуальном мире взялись взрослые при помощи игр. Как и чему учили, наблюдал Артур Туркин. Последний заезд в детском оздоровительном лагере на побережье Азова. Здесь практически нет компьютеров, а те, что есть, используют строго в служебных целях. В интернет заходят, говорят, только чтобы найти сценарий нового детского праздника. Так что отдых для своих подопечных стараются делать полноценным. Мы стараемся, чтобы дети от компьютеров отдыхали. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но я считаю, потому что они дома практически сутками у компьютеров. И если они приедут, нам просто некогда заниматься компьютером. У нас такой режим идет все время, идет быстро, быстро, быстро. У нас распорядок дня меняется, то купание, то питание, то праздники, то мероприятия какие-либо. Поэтому мы не очень заняты интернетом. Тем не менее, у лагеря есть свой сайт. Через него в этом году приобрели путевки половина родителей. Сейчас здесь отдыхают 320 школьников из России и Украины. Географическую разницу между ними стерла всемирная паутина. Степень риска в интернете каждый оценивает по-своему. После школы захожу в контакт, в одноклассники. Там я общаюсь с друзьями, переписываюсь. Нахожу новых друзей своих, с которыми потом встречаюсь в лагерях. Это очень интересно. Но это правда, есть большая угроза в этом, потому что есть люди, которые обманывают. Лазим по интернету, сидим много, зависаем. Но там ничего опасного, я думаю, нет. Потому что сколько я уже занимаюсь этим, там ничего, угроз нет. Я очень много бываю в интернете, сижу, мне очень нравится интернет, там очень много полезного. Посещаю разные сайты различные по школе, просто так, игры смотрю, картинки, музыку скачиваю. Для меня это очень много значит. В ходе социальных исследований выяснили, реальную угрозу из виртуального мира не понимают не только дети, их родители. Об интернет-опасностях рассказывают в игровой форме. Три минуты команде на подготовку, еще одна на показ. Остальные пытаются угадать, что это такое. Вирус, азартные игры, мошенничество или интернет для взрослых. Это в чем-то вообще, как бы такие пионеры исследования о том, как можно в игре, в квесте, в каких-то понятных детям формах их просто побудить задуматься над какими-то вещами. А через них побудить к этому и их родителей. Хотя в лагере и нет компьютерных классов, зайти в интернет, каждый подросток может при помощи мобильного телефона. На этот случай один из телеком-операторов ввел бесплатную услугу родительского контроля. При помощи отправленного с телефона ребенка запроса можно заблокировать на будущее доступ ко всем подозрительным сайтам. Ребенок может с мобильного телефона выйти в интернет, но он попадет гарантированно в безопасный интернет. Это только перечень белых сайтов, которые рекомендованы Институтом психологии имени Костюка. Это обучающие, развивающие сайты, которые не содержат негативного или запрещенного контента. Начало квеста. Больше всего баллов командам-участникам может принести конкурс «Большой прыжок на пляже». Запутывают руки и пытаются развязаться. Все примерно как во всемирной паутине. Мы команда интернет! Нас на свете лучше нет! Адрес точно говорю! Лагерьчайка.ру! Они отлично ориентируются в киберпространстве. Там живут, развлекаются и находят друзей. 28% готовы послать свои фото незнакомцам. Еще 17% без раздумий делятся информацией о себе и своей семье. В лагере общаются лицом к лицу. Так что это лето на море, возможно, станет для этих ребят действительно интернет-безопасным.